Очередное видео на разборке. В данный момент это Zinger Heavy Duty. Ну и этот обзор будет в формате сравнения с очень популярной моделью Toneki F-35 и аналогами. Видео есть на канале. Почему именно сравнение? Я думаю, по ходу видео вы поймете плюсы-минусы, особенности и так далее. Но в данный момент это тоже одна из немногих моделей фирмы Zinger, которые реально понравились и реально достойный вариант за свои деньги. Почему машинка идет как конкурент Neki F-35 и подобной? Наверное, пожалуй, потому что очень много похожих функций и с другой стороны дешевле. Поэтому, если вы фанат Zinger, если вас устраивают вот эти все строчки, ну, как бы достойный вариант. Как по механике, так и по всему остальному. Но плюс Neki в том, что там гораздо больше строчек. Ну и так, в первую очередь, на что хочется обратить внимание. Ну, вообще все добротно сделано. Сделана шухлядка. Отдельно заслуживает внимания вот эта вот рабочая поверхность, сделанная из нержавейки. Это вообще классная штука. Дальше. Из плюсов. Это челночное устройство. Ну, вот реально сделано классно. Видите еще, ну, как бы старого того образца. В общем, ну, как бы я вот смотрю на это, я реально вижу Джанамешки в самом лучшем их исполнении. Потому как, ну, на данный момент машины Zinger, которые попадают к нам в бюджетном сегменте, в более дорогом, ну, мягко говоря, потеряли свое качество в большинстве своем. И довольно-таки сложно выбрать что-либо подходящее. Но вот эта модель, ну, вот реально она порадовала. И порадовала очень сильно. Как бы внешний вид, функциональность. Я бы даже назвал ее конкурентом NECI, потому как реально есть в чем сравнивать. Хотя это другой производитель и все остальные моменты. Но, что еще хочется отметить. В чем такое сравнение, в чем, может быть, похожесть. Сейчас NECI активно развивают. Позиционируются во многих местах, как машина с мощным двигателем и так далее. Но здесь двигателя мы коснемся позже. Но, что особо нравится, это положение иглы. Среднее по центру. Но NECI вот оно находится здесь. Стандартная ширина зигзага, шестерочка, выбор переключателей. Да, может быть, кому-то мало будет именно этих строчек. В том плане NECI, конечно, получше. Но, тем не менее, что есть, то есть. Самый главный показатель, это положение регулятора. Есть отдельное видео на канале. Зачем вообще эта штука, если вы пользуетесь зигзагом или, к примеру, эластичными трикотажными строчками. Но, не будем на этом останавливаться подробнее. Хочется показать вам механику. То, что внутри. Ну, реально сделано достойно. Достойно сделаны пыльники. Вот, если обратить внимание. Фетровые вкладыши. Здесь, к сожалению, камера не возьмет. Но, тоже довольно-таки удачно все сделано. Дальше. Присутствует прижим на лапку. Я считаю это очень большим, огромным, образно говоря, жирным плюсом. Ну, и вот смотрим непосредственно на наши параметры. Видим, что 90 Вт заявленная мощность. Хотя сделано в Китае. Но, тем не менее, это вот Китай очень хорошего плана. Смотрим на движок. Так, сейчас постараемся взять. Обращаем внимание. Вот, бликует немножко. Но, 90 Вт движок. Ну, как видим, 90 Вт движок. Сейчас, по современным тенденциям, для большинства машин редкость. 60 Вт, 70 Вт, 75 или 80 Вт в лучшем случае. Ну, вот такой большой жирный плюс. Это движок. Ну, и поскольку мы перешли вниз. Вот, обратите внимание. Сейчас машинка прокапана. Вот, на основных валах фетровые втулки. То есть, вот она тоже, фетровая втулочка. В принципе, смотрю вот я и на эти машины думаю. Ну, ребят, ну, можете швы реально делать классные вещи. Нормальная механика. Нормальная схемотехника. Те моменты, когда реально это все будет работать. И будет работать очень долго. Но, когда попадаются другие модели Зингера, реально просто хочется плакать. Потому, как, ну, гораздо хуже, чем то, что вы видите здесь. Дальше. На что еще обратим внимание. Светодиодная подсветка, кстати, довольно-таки не тусклая. Хорошая. Ну, и в целом, если посмотрим вот этой машине, все сделано на высоте. Ну, вот реально мне нравится. Собственно говоря, какие-то определенные моменты выделить, к которым хочется придраться, довольно-таки сложно. Но, если постараться, вы же сами понимаете, что эти моменты найти можно. И самый такой, наверное, большой жирный минус, который есть у большинства швейных машин, это дюралевая рамка. Ну, вот, к сожалению, хочется мне, чтобы было, как на старых машинах, или же на машинах других производителей, железная рамка. И можно было бы сказать, что машина тогда вообще получилась идеально неубиваемая. Но, вот то, что мы имеем. Попадались уже несколько машин. Ну, в данном случае, на одной из машин шили корзины сплетенных жгутов. Ну, машина выжила где-то порядка четырех лет в такой работе. Ну, потом начала разбиваться рамка, начал разбиваться механизм. Вы, думаю, понимаете, что такое бельевой шнур, который прошивается зигзагом, и из которых собираются корзины. Ну, мягко говоря, машина не заточена на вот эти потребности. Она где-то больше идет под трикотаж, под легкие ткани, о чем говорит, в общем-то, семисегментный транспортер. Наличие горизонтального челнока. Да, машина выдержит нагрузку. Есть определенный запас мощности. Но вам важно понимать, что это изначально машина не по тяжелым тканям. Это вот такой момент. Ну, и не случайно мы коснулись вот этой дюралевой рамки. Вам тоже важно понимать, что за машиной нужен уход. Если не смазывать этот узел, машина очень быстро выйдет из строя. Есть отдельная серия видео по вот этим дюралевым рамкам, где рассмотрены плюсы, минусы, особенности. Не хочется сказать, что это плохо. Это просто вот сейчас современная тенденция большинства производителей. Но вам важно понимать, что современные машины требуют ухода, требуют обслуживания, требуют смазки. Если вы спустите это на тормозах, ну, вы рискуете получить неприятности. Или же может оказаться так, что ремонт выйдет очень дорогостоящим в вашем случае. Поэтому есть тоже серия видео, как вот обслуживать в домашних условиях вы можете самостоятельно. Рекомендую просмотреть. Ссылку оставлю в описании под видео. Поэтому, как бы вот эти, пожалуй, два момента, которым можно придраться. Если ваша техника перестала шить, и по каким-то причинам вы либо не можете вызвать механика, либо не хотите этого делать, либо же просто хотите научиться самостоятельно настраивать ваше швейное оборудование, я рекомендую вам заглянуть на мою страницу. Ссылки будут в описании, либо под этим видео, либо же сбоку в конце видеоролика. Что хочется сказать в заключении. Ну, реально, получилась довольно-таки классная машина. Очень много плюсов. Единственное, пожалуй, минусы, это то, что вам нужно понимать, что нужно обслуживать. Плюс, если вы берете машину для работы по тяжелым тканям, потому что тут мощный движок, ну, вам важно понимать, что есть слабые конструктивные узлы. В данном случае это дюралевая рамка, которая со временем может выйти из строя. Она проработает несколько лет, но, ну, как бы, не заточена машина по работе для тяжелых тканей. Что хочется еще отметить. Просмотрите ссылки в описании под видео, очень много полезного найдете. Также рекомендую заглянуть на канал. Вполне возможно, что там есть большинство ответов на ваши вопросы. Если же какие-то моменты вы имеете другую точку зрения, напишите об этом в комментариях, и буду рад аргументированным комментариям. Но, опять-таки, на момент снятия видео цена этой машины была где-то порядка на тысячу дешевле. Вполне возможно, что цена упадет, и в одинаковом ценовом диапазоне, наверное, все-таки Nike будет лучше, поскольку там просто-напросто больше функций. Что хотелось бы, пожалуй, увидеть. Опять-таки, это не недостаток, а особенность, вот когда переключаются на так называемые швы S1 или трикотажные, было бы вообще здорово видеть регулировку вот этих швов. Потому как вот машина отшита. На некоторых моделях можно подкоррективовать, то есть гуще, реже сделать. Здесь, к сожалению, этой возможности нет. Поэтому, как бы, ну, такой вот нюанс, который абсолютно никак не влияет на работу, но, тем не менее, что есть, то есть. Поэтому, если вас этот момент не смущает, и вас этот момент устраивает, в общем-то, можете брать смело. Если для вас Некки, это зверь диковинный, собственно говоря, можете смело брать Зингер. Достойное качество. Вот реально мало таких машин, которые понравились. Например, Джанамешке 423, и вот эта вся линейка Q23. Пожалуйста, не путайте с Q33. Третий тоже есть обзоры на канале. Собственно говоря, на этом все. Пусть ваша техника не ломается. И до новых видео.